Иногда пользователь заполняет какие-либо формы и забывает сохранить изменения, пытаясь покинуть страницу. В этом случае вполне резонно предупредить пользователя о том, что у него есть несохраненные изменения. Если вы используете Angular, то вам поможет CandyActivateGuard. Именно такой Guard мы создадим в этом видео. Всем привет! С вами канал «Как стать хорошим программистом» и тема сегодняшнего видео... Первое, что нам необходимо сделать, это сгенерировать Guard. ng-generate guard положим его в папку Guards и назовем его UserFormDeactivate. PostFixGuard ng-generator добавит автоматически. Как мы видим, в папке Guard у нас создалось два файла, один из которых UserFormDeactivateGuard.ts. По умолчанию команда g-generate генерирует гарды, имплементирующие интерфейс CanActivate. Нам необходимо переделать его на CanDeactivate и добавить этот интерфейс в список импортируемых. В отличие от CanActivate, интерфейс CanDeactivate зависит от компонента, которому он применяется. Поэтому в угловых скобках мы должны указать тип компонента, для которого этот гард будет применен. В нашем случае это UserFormComponent. Также нам необходимо поменять метод CanActivate на CanDeactivate. И в качестве первого параметра он должен применять компонент. UserFormComponent О том, что такое гарды и для чего они нужны, рассказывается вот в этом видео. Если вкратце, то гарды это классы, которые помогают маршрутизатору контролировать переход от одного маршрута к другому. Они могут либо разрешить перейти к другому маршрута, либо запретить. Гард CanActivate срабатывает, когда мы пытаемся перейти на новый маршрут, до того, как мы на него перешли. Гард CanDeactivate напротив. Срабатывает тогда, когда мы пытаемся покинуть этот маршрут и перейти на другой. И для того, чтобы привязать наш гард к маршруту, мы перейдем в WBP модуль TS, где у нас настроена маршрутизация. И найдем здесь маршрут User.id, ведущий на компонент UserFormComponent. И в этот маршрут мы добавим свойство CanDeactivate, принимающий массив. И в этот массив мы положим имя нашего гарда. UserFormDeactivateGuard. Теперь наш гард создан и привязан к маршруту. По умолчанию функция CanDeactivate возвращает True. Это значит, что выход из текущего маршрута разрешен. Если же она возвращает False, то это говорит рутингу о том, что выходить из текущего маршрута нельзя и необходимо остаться на нем. Чтобы предупредить пользователя о том, что у него есть несохраненные изменения, давайте воспользуемся стандартным диалогом браузера и добавим сюда функцию Confirm, которая выводит на страницу диалог с определенным текстом и двумя кнопками. Кнопкой подтверждения и кнопкой отмены. Если мы нажмем на кнопку Да, то функция вернет True. Если же мы нажмем Нет, то функция вернет False. В качестве текста мы укажем следующее. На странице есть несохраненные изменения, продолжить или нет. Давайте проверим, как это работает. Итак, мы переходим на страницу редактирования пользователя. И когда мы нажимаем кнопку Отмена, у нас появляется диалог. С текстом на странице есть несохраненные изменения, продолжить или нет. Если мы нажимаем Отмена, диалог возвращает False и мы остаемся на прежней странице. Если же мы нажимаем ОК, то Deactivate Guard пропускает нас на следующий маршрут и мы видим таблицу пользователей. Я предлагаю немного усовершенствовать функционал, чтобы диалог появлялся только в том случае, если пользователь действительно внес какие-то изменения в форму. Если же пользователь открыл форму, ничего не поменял и закрыл форму обратно, то мы не должны ему препятствовать. Для этого мы откроем UserForm Company TS и добавим здесь приватную переменную. Private UserForm Type NG Form Импортируем NG Form и обернем эту переменную декоратором ViewChild. В качестве параметра к этому декоратору мы должны указать имя шаблонной переменной. Давайте откроем UserForm Company.html. Как мы видим внутри тега Form у нас объявлена шаблонная переменная UserForm, которая хранит ссылку на элемент NG Form с доступом ко всем свойствам и методам формы. Скопируем имя переменной UserForm. Также импортируем декоратор из модуля AngularCore. После этого в коде нашего контроллера мы можем обращаться к переменной UserForm для того, чтобы получить доступ к свойствам формы. А теперь мы создадим публичный метод FESUnsavedData И он у нас будет возвращать ThisUserForm Dirty Как вы знаете, свойство формы Dirty показывает, были ли внесены изменения в форму после ее инициализации. Таким образом, возвращая значение этой переменной, мы сможем определить, изменялись ли данные в форме или нет. Для этого нам необходимо вернуться в UserForm DeactivateGuard и добавить здесь условие. У нас есть два логических выражения, которые объединены между собой логическим или. Если первая часть выражения возвращает True, то вторая часть выражения даже не выполняется. То есть, если пользователь изменил данные в форме, Component HasUnsavedData вернет у нас True, а знак Not, который стоит перед этим выражением, превратит результат в False, что повлечет за собой выполнение второй части выражения и вывод диалога пользователю. Если же пользователь ничего не менял, Component HasUnsavedData вернет False, InverterNode превратит все это в True, вторая часть нашего логического выражения выполнена не будет, следовательно, и не будет показан диалог. Давайте посмотрим, как это работает. Открываем какого-нибудь пользователя на редактирование, ничего не трогаем в форме и нажимаем Отмену. Мы беспрепятственно возвращаемся обратно на список пользователей. Если же мы откроем форму, что-нибудь начнем вводить и что-то изменять, после этого нажмем кнопку Отмена, у нас появится диалог. На странице есть несохраненные изменения, продолжить или нет. А дальше все работает как нужно. Если мы нажмем Отмена, то остаемся на странице. Если же мы нажмем ОК, то изменения не будут сохранены, и мы вернемся на страницу с таблицей пользователей. Итак, мы на примере рассмотрели работу Deactivate Guard. Всем спасибо за просмотр. Самое главное, оставайтесь воодушевленными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok